всем привет дорогие друзья добро пожаловать на канал горячий цех меня зовут мясник и как вы наверное из названия видео уже поняли у меня для вас хорошая и плохая новость ну с какой начать ну давайте начнем конечно же с плохой вот только новость плохая она наверно ты будет для вас а хорошая будет для меня в какой-то степени ну да ладно короче говоря эта новость связана с выходом видосов выход видосов теперь x-com скорее всего будет выходить вот если раньше он выходил раз в четыре дня теперь будет выходить раз в шесть дней или вообще раз в неделю связано это как раз с хорошей новостью а именно в том что у меня наконец появилась новая работа спустя какое-то время работа вот на таком красивом камазе вот как вот прям в игре вот как в игре сноураннер вот прям вот модель прям один в один единство что только он одноосный они двухосный и у него этот сзади установлен контейнер ну в общем вот такой вот 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 такой камазик а в интерьер прям вот один в один то есть вот как а вот я сижу вот один в один все что практически все то что у меня единство что вот жалко вот коробка только не видно а так вот все практически все то же самое вот такой вот сейчас вот работа у меня вот на таком камазе будет график у меня там теперь 6 1 график и я в 7 утра приезжаю на работу ну где-то примерно до 6 до 7 вечера я там работаю но бывает так что могу и задерживаться и то есть домой я могу приехать там 8 в 9 вечера ну честно говоря после рабочего дня записывать какие-либо видосы уже сил никаких нет на самом деле а еще к тому же я живу не один вечером уже практически ничего не записать потому что у меня домашний они тоже все спать хотят да и спать сам я хочу поэтому вот видосы уж про обзоры этот каких-нибудь этих классов я пока что не знаю но есть один вариант потому что я немножко объясню специфику теперь моей новой работы вот как вы видели там вот я вожу теперь мусорные контейнеры там вот дают мне заявку я их выполняю у меня то есть по факту отвезти привезти работа достаточно простая заявок там несколько типов когда ты либо привозишь ставишь контейнер это ты уезжаешь либо привозишь меняешь контейнер то есть ставишь пустой забираешь полный уезжаешь есть наверное самый долгий тип заявки это когда тебя грузят сразу то есть ты приехал поставил контейнер не отцепляя его и и в него тут же начинают накидывать мусор когда его полностью там все вы всего загрузили поднимаешь его и уезжаешь и вот в это время два часа дается на загрузку этого мусорного и вот во время вот эти вот этой загрузки но я сижу жду в грузовике и вот в это время я так думаю что я могу допустим взять просто ноутбук какой-нибудь или какой-нибудь там вот планшет и в это время писать сценарий например для обзора потому что для обзоров на классы сценарий это самое главное если написан сценарий все остальное это уже ну такая как бы техническая задача там снимать черновы черновой монтаж все это озвучить вот на озвучку мне нужен всего лишь день то есть вот все это за прочитать зачитать на камеру озвучить обработать вырезать там все неудачные дубли и вот готова тебе дорожка потом и возможно там на сниму возможно день-два на снимать черновых видео вот это именно полноценных день-два ну и потом монтаж монтаж тоже составляет день-два то есть грубо говоря вот таких вот пять дней на изготовление видео то есть самая основная этот сценарий ну сценарий я вот могу писать вот так вот пока там сижу жду все делать нечего могу так вот писать но это я этот момент я буду прорабатывать а так пока что вот икском будет выходить вот раз жизни или раз в неделю другому никак сожалению пока что у меня только так складывается в дальнейшем возможно со следующего года я перейду на график 52 у меня будет просто суббота воскресенье выходные и буду жить один то есть это прям уже намечается со следующего года скорее всего так и произойдет вот как только я немножечко под разгребу свои денежные долги которые у меня накопились это кредиты и вот им денежные долги перед людьми которые я деньги занимал вот станет чуть-чуть полегче меня просто поменяюсь квартирами с родственниками буду жить один и тогда у меня будет больше по сути мне никто не будет мешать записывать видео у меня будет больше свободу относительно больше свободного времени чтобы заниматься каналом я еще раз хочу напомнить ребят что канал для меня это просто хобби это не основная это не основной видит если потому что я с канала не получаю ни копейки вообще хоть у меня и подключена монетизация от ютуба но как известно youtube отключил монетизацию в россии на территории россии поэтому никаких денег я с него не получаю и получать скорее всего не буду просить денег у вас что типа мол вот давайте мне не знаю там за давайте либо платные подписки тогда можете смотреть мои видосы либо там давайте просто на тебя этого делать не буду все таки я не такой человек что вот сидит выклянчивать деньги за по сути там какие-то просто видео самом деле есть у меня время есть желание я их делаю нет времени и нет желания я их не делаю то есть вот говорю есть как его я вот если еще когда-то давным-давно может быть ну не знаю года наверное вот канал уже почти пять лет я может быть года три назад я бы еще питал какие-то иллюзии одного что я сейчас вот-вот-вот раскручусь вот я буду получать деньги вот буду как успешным таким вот ютубером буду сеть снимать видосы получать деньги за это с каждым годом это все улетучилось ну а в этом году только у меня вообще это как его скажем так пропала надежда того что я хоть как хоть хоть когда-то стану каким-то вот именно нет нет не с то что стану ким-то знаменитым метро вообще хоть стану получать с этого деньги то есть нет я в это вообще не верю и если к если это произойдет это только не знаю чудо божье что ли что у меня что я стану получать какие-то деньги с ютуба как за счет чего я могу допустим меньше тратить время на основную работу и больше заниматься каналом я в такое вот не верю я реалист и поэтому имеем то что имеем так что вот такой вот такой вот небольшой формат я надеюсь вы отнесетесь к этому с пониманием ребята потому что вот к сожалению по-другому никак не никак у меня не получается я бы рад записывать больше видосов я бы рад записывать разные игры но это не просто физически невозможно в дороге писать видео но на что как я же не могу в камаз запихнуть компьютер на ноутбук ты тоже ничего не запишешь там качество звука будет отвратительное да и ноутбука у меня нету чтобы на нем можно было бы нормально играть у меня вот мамин ноутбук который есть он достаточно слабенький очень слабенький на нем максимум можно что смотреть видосы просто в интернете лазит это максимум что он может максимум вот так что на этом все друзьям всем спасибо за внимание всем пока и еще увидимся